Всем привет! Знакомьтесь, это улитка Боб, который спокойно жил в своем уютном домике. Но в один ужасный день строители начали строительство, и им пришлось снизить старый дом, в котором и жил наш Боб. Ему чудом удалось выжить, и теперь ему необходимо подыскать себе новое жилье. Но улитке Бобу придется проделывать нелегкий путь через стройку, где его подстерегает много опасностей. Но ему будет не так страшно их преодолевать, если вы, дорогие друзья, будете находиться с ним рядом во время его путешествия. Бобу следует быть предельно осторожным, и при малейших неприятностях ему лучше спрятаться в свою ракушку-панцирь, чтобы переждать опасность. А когда она исчезнет, можно следовать далее. Хорошо, что Боб такой предусмотрительный, а то ведь его могло убить током. Но, слава Богу, все обошлось. Так, а что же тут нас ожидает? Надо быстренько осмотреться. Ага, с помощью рычага необходимо поднять платформу. Боб, можешь ползти дальше. Так, а здесь с помощью этого вращательного механизма разворачиваем Боба в другую сторону. Осторожно опускаемся. И вот выход. Ну что ж такое, почему трубы не могут быть целыми? Постоянно приходится рисковать, когда выползаешь из них. Ого, какой камень! И как он удачно упал! Ну что, покатаемся с ветерком? Йоху! Опа! Ага, только осталось убрать бревно. Ну ничего себе, как тут все мудрено. Что ж тут нужно сделать, чтобы открылся путь? Ага, будем вращать рычажок, с помощью которого поднимется плита. И получится трамплинчик. Теперь вот этот камешек нужно перебросить так, чтобы он попал на кнопку. Сработало! Труба поднялась, и Боб продолжает путешествие. Опа! Вау! Какая красотка! Подожди, давай с тобой познакомимся. Ну дай хоть номер телефончика. Ну вот, как всегда, из-за девушек одни проблемы. Если б не она, давно тоже отсюда вышел. А так придется поразмыслить, как отсюда выбраться. Ну что, Боб, придется тебе спрятаться в свою ракушечку, пока мы изучим местность. И поймем, как здесь все работает. Для безопасности вытянем заглушку. Так. Активируем батут. Прыжок. И еще. И с помощью рычага переводим мостик. Ух ты, какая прерывистая дорога! Тут без выдвижных мостиков не обойтись. Нужно быть очень внимательным и осторожным, чтобы не упасть в пропасть. Перед тем, как начать движение, нужно все тщательно проверить, чтобы не получилось осечки. И этот опасный участок дороги успешно пройден. Итак, какие же здесь новые опасности нужно Бобу преодолеть? С помощью аккумулятора включим в подачу тока на магнит, который в свою очередь поднимет плиту и тем самым откроет проход. Вот Боб попал в горячий цех, где плавит металл. Как жаль, что у нашего Боба нет защитного шлема и костюма, как положено по технике безопасности. Так бы ему было не так страшно, если б что-то упало ему на голову. Но так как этого нет, придется его защищать передвижной платформой. И Боб благополучно добирается к выходу. Чего Бобу только не приходится делать, чтобы пройти. Он почти как акробат, находится на высоте и бесстрашно идет по неустойчивым бревнышкам. Ой, как страшно! Это же паровой пресс! Он может раздавить Боба. Чтобы этого не случилось, нужно его застопорить с помощью металлических поршней. Вот так вот. С помощью подвешенного бревнышка делаем мостик. И прямиком попадаем в трубу. Вот это да! Так, Боб, здесь торопиться не будем. Для начала изучим, как здесь все работает. Вроде бы надежно. С помощью вращательных механизмов можно регулировать необходимую высоту для безопасного прохождения. Да, здесь бы точно не помешало страховочное снаряжение. Ну, Боб, потерпи. Еще чуть-чуть осталось. Так. И выход уже близок. Ну, что же там застряло? Скорее поднимаемся. И быстренько прячемся в трубу. Осмотрительность никогда не помешает. Посмотрим, какие сюрпризы нас здесь ждут. Хорошо, что Боб не поторопился, и эта тяжелая штука упала не на него. Необходимо задвинуть заглушку, чтобы другие ящики не упали на проход. И Боб смог добраться до выхода. Ну, Боб, путь свободен. В незнакомой местности Бобу лучше спрятаться в свою ракушечку и переждать некоторое время, пока не будет готово его безопасное дальнейшее прохождение. Итак, Боб, полетаем чуть-чуть на воздушном шарике. Как же здорово все-таки летать. Ой-ой-ой, Боб, скорее прыгай, а то нас далеко унесет. Фух. А здесь нам главное не сгореть. Нужно осторожно пройти под газовыми трубами и не попасть под пламя. В этом нам поможет передвижная каменная платформа. Так. Как страшно. Тут нужно рассчитать время, чтобы успеть проскользнуть. Ура! Мы успели! Ура! Какая сложная система. Включаем рубильник. И вот неудача замкнула проводка. Но двигаться дальше как-то нужно. Будем очень осторожными и методом проб узнаем, какие рычаги за что отвечают. Ага, так, Боб, быстренько проползай. Угу, вроде бы все работает. И можно двигаться вперед. Ура, и с этой задачей мы тоже справились. Ну что, Боб, полетаем? Оп-ля! Здесь Бобу придется разобраться, что нужно сделать, чтобы подняться наверх к выходу. А для этого нужно запустить этот сложный механизм. Попробуем этот красный аккумулятор бросить в эту ямку. И посмотрим, что с этого получится. Ага, что-то начинает работать. Так, теперь зелененький. Бросим в другую ямку. Опа, включилась. И мы видим, что заработала другая кнопочка. Так, кажется, мы поняли, что здесь делать. Нажимаем на нее. И мы движемся к выходу. Ура! И наконец-то улицка Боб нашел себе новое шикарное жилье. Редактор субтитров Н.Александрова Продолжение следует...